Добрый вечер, наши дорогие зрители и слушатели, это видеопроект «Интересный понедельник», и я его ведущая, психотерапевт Ирина Славьёва. И нам близится к концу, это последний зимний эфир, и нам всем нужны новые силы, нужны ресурсы, и совершенно замечательная форма самопомощи и самоподдержки – это дыхательные практики. Сегодня у нас в гостях Светлана Лепетюх. Светлана представляет Кипр и расскажет нам о том, как при помощи дыхания мы можем себе помогать в сложных ситуациях, когда мы просто устали, когда мы подвергаемся стрессу. Светлана, добрый вечер, спасибо, что согласились выступить в эфире. Добрый вечер, здравствуйте, приветствую всех, Светлана Лепетюх, я коуч по дыханию, основная практика, которую я преподаю – это реберфтинг. Я не знаю, слышали вы о реберфтинге или нет, но это уникальная совершенно практика, которая преподается, используется для совершенно огромного спектру проблем, вопросов. наверное, четыре года, я просто сейчас сижу и походу пытаюсь вспомнить, около четырех лет назад мне подарили десять сеансов с Катей Бустани, она очень продвинутый специалист по дыханию, по реберфтинг именно, она одна из пяти в мире, кто был признан мастером по реберфтинг, я перевожу с английского языка, поэтому немножко медленно разговариваю, вот, и мне подарили десять уроков с ней, я не имея ни малейшего понятия, приняла, естественно, подарок, начала дышать, и только, наверное, после сеанса шестого или седьмого я поняла, во что я влипла. Да, было очень интересно, открывались, во-первых, естественно, первый сеанс, это, ты ничего не понимаешь, очень страшно, потому что это далеко не прогулка в парке, это прям такая работа, работа телом, совершенно новые ощущения, интересный очень сеанс был первый, вот, второй, третий, четвертый, пятый, и на шестой сеанс только начали, я на самом деле почувствовала, как открылся мой дыхательный механизм, то есть это выражение еще используется в йоге, вот когда открывается дыхательный механизм, после этого, когда вы глубоко вдыхаете и выдыхаете, есть вот ощущение, когда легкие полностью наполняются, вот у вас бывает такое, вы вдыхаете, а как бы удовлетворения от глубокого вдоха и выдоха нет, вот правда, вот пытаешься иногда прям, вот вздохните для себя, сделайте прям глубокий вдох, вдох. Как будто ограничения, да, такие дыхания. Как будто ограничения, да, и вот только после шестого сеанса с Катей я поняла, что у меня открылся дыхательный механизм, и вот знаете, после глубокого вдоха и глубокого выдоха, на самом деле чувствуешь вот такое, как жидкая энергия буквально сразу растекается по телу, это очень ощущение такое уникальное, сладкое, наполняющее. Сначала было странно, и очень я дорожила этим ощущениям, потому что я думала, что она уйдет. И при болезни, или в стрессе, или в каких-то ситуациях, когда ты забываешь себя, это ощущение на самом деле уходит. Но потом ты возвращаешься, начинаешь дышать, и оно в основном возвращается, оно приходит опять, и опять есть вот этот, это как, знаете, личный такой ключик, как доступ для меня, я нашла, как самоуспокоение, такое само, это как отношение с собой, такой очень интимный канал с собой открывается. Я знаю, что это очень большие слова для сразу, сходу, для первой встречи, но тем не менее, после шестого сеанса я очень увлеклась этой практикой, начала заниматься с Катей, и потом поехала на тренинг на 20 дней. Они проводят тренинги в самотраке в Греции. И в течение 21 дня первую половину мы слушали лекции, а вторую половину полностью уделяли дыханию, и это 6 часов нон-стоп дыхания. Да, это вот такая практика, причем мы жили в... Я бы не сказала необитаемый остров, но он очень отдаленный остров в лесу, где можно пить воду из рек, зелень, и... Ну, в общем, вы понимаете, да, полностью перестройка. То есть, как с природой. Сам остров перенастраивает, сама атмосфера перенастраивает, и вот этот постоянный ритм дыхания. Устаешь, конечно, просто безумно, но перестройка шла такая конкретная. Потом я вернулась с тренинга, начала практиковать сама, принимать клиентов, и на следующий год опять поехала на тренинг, уже как супервайзер, и после этого опять все изменилось. Знаете, вот как я со многими учителями разговариваю, и все подтверждают, чем больше ты знаешь, тем больше ты понимаешь, что ничего не знаешь. Опять все изменилось. Я еще больше ушла в практику, еще больше начала практиковать, принимать клиентов, брать группы уже. Хотя в Rebirth не советуется брать группы, это очень такая индивидуальная работа. Но я как бы осмеливаюсь иногда, если я знаю, что это либо семья, либо друзья, и если это люди не знакомы, то больше трех человек я не беру. Вот. Это очень индивидуальная один-на-один работа. На фестивале, который был осенью, где вы обо мне узнали и мы познакомились, там была очень большая группа, да. Поэтому я продержала народ под дыханием около, может быть, 15-10-15 минут. Да, потому что закрытое помещение, и как бы, да. И тем не менее, после урока люди подходили, говорили, это неповторимое ощущение. Поэтому, да, практика уникальная. Насчет стресса. Мы хотели больше поговорить сегодня насчет стресса и как помочь себе в каких-то ситуациях. Помочь себе в том расстрессе, да. Невольно мыслить. Да. Для начала я бы хотела сказать, что очень важно вообще послушать себя и понять, как мы дышим. Как мы дышим. И дышим ли мы вообще. То есть есть дыхание, которое очень мелкое. Есть дыхание, которое прерывное. То есть дыхание у нас как походка. Оно очень индивидуальное. То есть если какой-то серьезная травма или стресс был пережит, или даже несерьезная. Там авария может быть какая-то. Или там вы где-то ударились. И после этого меняется дыхательный механизм. И мы начинаем дышать, допустим. Или мы вдыхаем. То есть есть задержка дыхания после вдоха. Потом выдох, вдох, задержка. Выдох, вдох, задержка. То есть очень интересно вообще сесть тихонечко, а там где-то на 5 минут, и послушать, как вы дышите. И вы поймете, насколько фокусируется внимание на дыхании. И оно тут же изменяет. Может дадим нашим слушателям вот пару минут прислушиваться? Давайте попробуем, давайте попробуем. Вот просто сядьте, как вам удобно. Желательно, конечно, не... Ну, то есть если вы на диване, не садитесь вот так, чтобы более или менее... Не выгибайтесь, но более или менее... Еще лучше лечь, чтобы вообще расслабиться. И просто послушайте, как вы дышите. Где вы задерживаете. Без джаджмента, да, без осуждения. То есть правильно, неправильно, просто дышите. И послушайте, как вы дышите. Вот буквально там пару минут. Дорогие слушатели, у нас сегодня ждут не только разговоры дыхания, но, конечно, мы будем делать несколько практик. Это наша первая, просто отслеживать особенности дыхания. Продолжение следует... Можете еще тихонечко положить, допустим, руку на грудь и на живот и посмотреть, вы дышите грудью или вы дышите животом. Или всем одновременно. Это тоже очень интересно. То есть когда я в первый раз встречаюсь с человеком для сеанса, я просто человека ложу на мат без подушек, без ничего. Я просто смотрю, как человек дышит. Вы себе даже представить не можете, сколько можно рассказать о человеке, смотря на то, как он дышит. Допустим, мужчины больше дышат... Спортсмены, да? Они дышат вдох грудью, живот сжимается, да? Вот так вот. То есть вот у меня есть прям ребята, профессиональные спортсмены. Их невозможно переделать. Это очень сложно. Допустим, если не двигается грудь, а двигается только живот энергетически, здесь вот какой-то может быть блок. Или вот человек лег, расслабился, и начинает, и вот как будто бы поджимает плечи, вот как будто боится тут же. Или живот совершенно не двигается. Вот двигается только грудь, вот здесь все, это солнечное сквечение, а живот не двигается вообще. А живот, это у нас как бы переваривание, это пищеварение, и манифестации, конечно, материальные. Мир, понимаете? То есть как человек лежит вот просто на земле. Очень многое можно посмотреть и увидеть. То, чего человек сам увидеть не сможет, даже если очень захочется. И потом, естественно, как мы дышим, ритм, прерывисто, какие задержки. Еще хотела обязательно добавить, как мы дышим, когда мы спим. Ну, во-первых, конечно, есть сейчас аппликейшн на часах, или можно просто поставить аудиозапись, послушать, или попросить партнера. Да, если, допустим, вы дышите через рот во время сна, это очень неблагоприятно влияет на наш сон, естественно. То есть мы гораздо склоннее храпеть, когда открыт рот, естественно. То есть это уже не попадает достаточно кислорода, не выпускается достаточно углекислого газа, естественно, нарушается мозг, не работает так. Потом отсюда концентрация, пищеварение, и поехали. То есть если через нос сложно дышать, это не всегда значит, что у нас какие-то повреждения там в каналах. они исправляются. То есть если специально заставлять себя дышать носом, они постепенно будут открываться. Потому что организм тела будет, мозг принимать сигналы о том, что носом мы дышим, и нам не хватает кислорода, организм сам будет открывать носовые наши каналы, чтобы дышать нормально. И потом, когда мы дышим ртом, опять же, если есть такая проблема, то деформируются челюсти, деформируются вот эти мышцы, которые держат у нас. Я перевожу с английского. Вот эти все мышцы может дойти до головных болей, естественно. Вот это появляется вместо вот этого. То есть это все, вот если мы дышим, мы просто не дышим носом. Естественно, всегда, все, везде, йоги, дыхание носом – это правильное дыхание. Давайте сделаем эксперимент. Самое интересное. Смотрите, дыхание ртом по сравнению с дыханием носом. Если мы сделаем резкий вдох и выдох ртом, и когда мы будем это делать, проследите диафрагму и проследите, насколько глубокий будет ваш вдох. Давайте попробуем. А теперь носом. Какой вдох и выдох был глубже? Первым глубже был. Еще раз давайте. За счет того, что носовые пути создают pressure, давление, давление, мы можем делать вдох глубже. Парадокс. Правильно? Казалось бы, ртом мы можем больше сразу вдохнуть. На самом деле, через нос вдох получится гораздо глубже, даже если пути не открыты на 100%. Кстати, это очень нормально, если одна из ноздрей закрыта более, чем другая. То есть одна открыта больше, другая открыта. Это абсолютно нормальное явление. То есть на этот счет можно не беспокоиться. Так вот, давление через нос позволяет нам глубже вдохнуть. А это означает то, что овилос наши могут больше открыться. Еще один момент. Вздох и выдох. Вдох и выдох. Когда впервые только изобрели машину, знаете, дыхательная машина, под которую кладут человек, который без сознания. Как он называется? Аппарат. Искусственного дыхания. Искусственного дыхания. Спасибо. Перевожу. Так вот. И очень долго доктора не могли понять, почему под искусственным дыханием люди все равно умирали. Пока в один прекрасный момент они не поняли то, что вдох и выдох открывают наши нюбулос клетки. То есть, если мы дышим на одном уровне, да, без вдох-выдох, то они слипаются, вот как мокрый шарик. Они слипаются. И в течение буквально там, по-моему, недели или чего-то мы можем потерять до 70% наших капасити легких. Ага, наши способности к дыханию, да. Объем, который мы можем вдохнуть на 70%. То есть, когда мы вдыхаем, они открываются. И вот этот глубокий вдох и выдох они ввели в аппарат искусственного дыхания. И за счет этого он мог держать человека живым настолько долго, насколько нужно было. Давайте сделаем глубокий вдох. Вот они. И они пооткрывались. И тут же моментально, то есть, наши легкие приобрели ту же объемность, которая должна была быть. Еще что. Дыхательная система. Это единственная система, которая контролируется под сознанием и сознанием. То есть, это автоматическая система. То есть, мы не можем контролировать наше сердце. Но мы можем контролировать наше дыхание. Но, когда мы спим, мы тоже дышим. Наш мозг контролирует свою возбуждаемость темпом нашего дыхания. То есть, мозг контролирует свою же возбуждаемость через дыхание. Когда я услышала это предложение, у меня вообще мир поменялся. То есть, понимаете, когда мы даже об этом не знаем, мы не думаем, мы ничем не контролируем дыхание, мозг, допустим, перевозбуждается. Вот мы боимся. Что мы делаем, когда боимся? Он сначала задержан в дыхании, а потом, чтобы себя успокоить, мы делаем дыхание. Правда? То есть, мозг знает автоматически, что нужно сделать, чтобы себя успокоить. Уникальное предложение. Так вот. Они... Было research в, по-моему, Статфорд университете американском. И они сравнивали разные способы дыхания, да? Они сравнивали разные способы дыхания и выводили, какой из них лучше всего действует для успокоения. Что они поняли? Он называется физиологический вздох. То есть, вот сейчас у нас опять 5 минут практики. Мы вдыхаем через нос. Очень глубокий вдох через нос. Потом короткий, как бы до-вдох, чтобы полностью открыть легкие. И потом выдох через рот полностью, чтобы освободить легкие. И доказано, что это самый верный способ для того, чтобы успокоиться. Но нужно, опять же, это очень индивидуально. Нужно наблюдать за собой. Если вы не перестараетесь, то как бы можно... Можно закружиться голова, можно упасть там в обморок или что-то. То есть, нужно следить за собой. Естественно, нужно сначала попробовать это где-то дома, в моих спокойных условиях. А потом уже применять это где-то уже на поле боя. Вот. Давайте попробуем. Мы сделаем 5 раз. 5 раз. Circle. И потом закончим. Итак, начинаем. Глубокий вдох. Потом короткий до-вдох. И выдох через рот. Вдох через нос. И поехали. И поехали. А теперь закройте глаза. Нормально дышите. И отслеживайте, что происходит. Что происходит с вашими плечами. Напряжено лицо. Что делают ваши челюсти. Как чувствует себя ваша диафрагма. Если где-то что-то тянет. Просто минутку себя послушайте. Хорошо. Ирина. Да, да. Как ощущения? Есть ощущение, но большего объема расширения в грудной клетке. И как-то большего контакта с собой. Лучше себя чувствует. Внимание больше вовнутрь. Перенеслось. Более спокойное, равновесное состояние. Потому что сейчас вечер. Мы по киберскому времени. У нас на час меньше, чем последний. Не менее уже вечером. Много всего за день было. И сейчас как-то становится спокойнее. Баланс останавливается. Отлично. Так вот, насчет того, что контакт с собой. Это как раз то, что называют вернуться в тело. Когда мы в стрессе, как вы знаете, мы, ну так, в кавычках, выходим из тела. То есть мы входим в ситуацию, мы выходим из тела. С дыханием первый момент, который мы вставим на место, это мы входим назад в тело. То есть я в себе, в своем теле и одновременно с дыханием мы даем сигнал телу, что все в порядке. То есть я дышу нормально. У меня есть достаточно кислорода. У меня нет прямой атаки или опасности моей жизни. Я контролирую ситуацию. И вот просто с дыханием. Поэтому давайте еще раз дышать. Но когда мы будем сейчас дышать, мы будем просто глубоко дышать. Не по технике, которую мы сейчас делали. Просто глубоко дышать. Когда вы будете вдыхать, попытайтесь как бы отслеживать кислород. Идущий, это йоговская опять же техника. Вот вы ее отслеживаете полностью. Воздух идет в легкие. И потом как бы он разливается по всему телу. Потом мы его назад собираем и выдыхаем. И вы отслеживаете опять же воздух, как он выходит из ваших путей. Давайте попробуем. Я буду разговаривать, а вы дышите. Итак, начинаем. Просто расслабьтесь. Расслабьте плечи, лицо. Удобно. Сидите. И вдыхаем. Вдох. Вот полилась энергия вниз. Вы ее быстренько отправили во все свои органы, кровь. И назад выдыхаем. Это такой немножко быстрый процесс. Но так как он у нас происходит мысленно, то это сделать можно гораздо легко. Очень легко. И выдох. Еще раз. Отслеживайте. Воздух идет в нос, через горло. В легкие. Постекается. Собираем легкие. Горло, нос. Выдыхаем. И еще раз. Вдох. Отслеживайте, что делает ваше тело. Прям чувствуйте свое тело. Все внутренние органы. Мышцы, пальцы, ног. Икры, колени. Можете подняться снизу вверх. Можете наоборот сверху расслабить лоб. Скулы, шея, плечи. И чувствуйте прям свое тело. Чувствуйте, как оно наполняется кислородом. И высвобождается углекислый. Еще раз. Вдох. И еще раз. Вдох. Это и есть как раз возвращение в тело. Можете даже послушать, как бьется сердце. Можно поговорить с собой. У меня все хорошо. Хорошо. Я дышу. Я принадлежу себе. Вот. Отлично. Вот эта техника очень классно используется перед сном. Я засыпаю после 1,5 раз максимум. То есть, вся концентрация уходит на возврат в тело. Мысли, естественно, им бегать некогда, потому что мы концентрируемся на том, что мы делаем. И очень важно, что мы возвращаемся в тело перед тем, как мы засыпаем. То есть, наши мысли не с всеми нашими делами, каждодневными тарелочками, которые мы постоянно держим и крутим, а возвращаемся сюда. Сюда, в тело. Я здесь. Можно еще перед дыхательными практиками прям себя пошлепать везде. И прямо вернуться в тело. Это тоже очень классно, да. Вот я здесь. Скажу, как телесно-ориентированный психотерапевт, легче всего контакт с собой устанавливать через тело, потому что тело явлено объективно. Это объективная реальность. Вот, пожалуйста, можем потрогать, пощупать, ощутить. Да, вот как там представление, дыхание. И мы называем это телесным сознанием. Когда мы не просто там головой снимаем, я дышу, например, да. Я сижу, опираюсь там на спинку. А мы в чувство, а как это, как именно я дышу, что именно с моей спиной, когда я опираюсь. Да, да. Точно так же можно использовать при болях. Когда что-то болит. Вот, допустим, ну вот, совсем не да, вот у меня горло сейчас. Слышите, да, голос-то есть. Ну, вот мы дыханием можем полечить себе горло вот просто вот так. Закрываете глаза, начинаете дышать горло. То есть, естественно, воздух пойдет, куда ему нужно идти. Но вы шлете туда вот как мед, как прану, как любовь, как мысли. И прям с воздухом туда шлете себе. Естественно, когда боль уже невыносимая, и ее нужно чем-то удалять, то мы ее удаляем. Но с болью можно поговорить. У боли можно спросить, что происходит. То есть, это не о том, чтобы разговаривать с болью, да. А это о том, чтобы уделить внимание тому, что на самом деле происходит. И опять же, как и с любой другой техникой, это не только с дыхательной техникой. Есть миллион других техник, которые тоже это используют. Но с дыханием, мне кажется, это делать легче всего. Потому что оно здесь, оно мое, оно всегда со мной. И это мой первый контакт с телом. Поэтому я как бы всегда обращаюсь к дыханию. Давайте перейдем, я не вижу, сколько у нас. Да, я хочу дать еще одну очень классную технику. Называется бокс на английском, на русском, по-моему, квадрат. Вот, это когда мы вдыхаем, задерживаем дыхание, выдыхаем и задерживаем дыхание. Его можно делать, как вам комфортно. С дыханием, если вы работаете по какой-то технике, вот, допустим, rebirthing, это очень такой интенсивный. Если вы один на один с собой и что-то практикуете, то ориентируйтесь на комфорт. Всегда на комфорт. То есть, если это некомфортно, пробуем что-то другое или что-то меняем. Может быть, вам удобно, допустим, делать 4, 4, 4, 4. Я имею в виду, вдохнули. Раз, два, три, четыре. Держим. Раз, два, три, четыре. Может быть, удобно на шесть. Кому-то будет удобно на восемь. То есть, поэкспериментируйте и всегда ориентируйтесь на комфорт. Если вам удобно на три, делайте на три. Если вам удобно на восемь, делайте на восемь. Давайте попробуем вместе. Это индивидуально, да? Да, это очень индивидуально. Опять же, экспериментируя, вы играетесь и общаетесь со своим дыханием. Это уже отношения. Это очень интересно. Давайте. Начинаем. Я сначала покажу. Вдох на 4. Раз, два, три, четыре. Держим. Раз, два, три, четыре. Выдох. Два, три, четыре. Держим. Два, три, четыре. И поехали. Вдох. Вдох. Два, три, четыре. Держим. Два, три, четыре. Выдох. Два, три, четыре. Держим. Два, три, четыре. еще вдох два три четыре держим два три четыре выдох два три четыре держим два три 4 и дышите нормально и можно опять же после каждого немножко прочувствовать что здесь потому что когда вы один на один сядете с собой и сделаете бокс я советую для начала хотя бы пять раз вот вы закончили потом вы начинаете нормально дышать и отслеживайте пользуйтесь моментом каждый раз после любой техники даже после трех глубоких вдохов всегда отследите себя отследите отследите что произошло с телом если у вас получилось закрыть глаза и вы делали это закрытыми глазами когда вы откроете глаза посмотрите обычно четкость лучше или воздух ли прозрачные вот я снизу в голове отдохнула я много работала сегодня с клиентами там группа была перегружена вот этот вот как за короткое время немножко ясностью матку просветление апгрейд такой в конце дня наступает как правило как правило то есть опять же отследите что произошло а что потянуло а тут я вчера я допустим дышала 6 а сегодня я душу только на 4 а почему а что то есть вот этот вот эти несколько там моментов с собой они делают большую разницу и потом уже будете экспериментировать если захочется какие-то другие техники или прием вот еще один одну технику я хотела бы быстренько до того как мы закончим называется 20 соединенных вдохов вдохов и выдохов то есть мы его просто назовем допустим 20 то есть мы вдыхаем выдыхаем без промежутков вдох выдох вдох выдох вдох выдох пять раз простите четыре раза на пятый глубокий глубокий длинный вдох и глубокий выдох мы сделаем только пять раз но это можно повторять допустим четыре с четыре подхода по пять раз то есть всего получается 20 смотрите вот так и так далее так далее так далее и потом закрыли глаза опять же и отследили эта техника очень классно нас может пробуждать то есть вот утром если сделать вот это тут же не кофе не надо не умыться не надо просыпаешься моментально 20 вдох выдох и ты как огурчик я с техниками закончила вопрос спасибо огромное так сейчас я посмотрю вот на комментарии от наших слушателей да вот маленькие сердечки по ходу вот да именно вопросов не вижу но мне кажется что вы вот так очень понятно наглядно объяснили казали спасибо вам огромное Светлана вот за то что выступили в эфире поделились с нами техниками я если честно я даже не знала что есть путь по дыханию вот такая специальность вот это правда очень интересно да вот как телесно ориентированный психотерапевт я скажу что дыхание это жизнь да это основа жизни психологической точки зрения это энергия для жизни это наше право существовать это контакт с чувствами потому что если у нас ограничено дыхание значит у нас заморожены чувства и когда мы начинаем возвращать природосообразное естественное гармоничное дыхание то мы размораживаем наше искусство и приходим больше в контакт на самом деле это это на самом деле так я наблюдаю за людьми как вместе с дыхательным аппаратом открываются у людей прям сердца то есть они открываются более чувством у меня был парень тоже спортсмен он пришел он сказал я не хочу разговаривать вообще то есть вы мне говорите как дышать и мы дышим знаете вот но спортсмены и и вот мы дышали семь сеансов кроме здравствуйте до свидания и как ваши дела все хорошо спасибо мы не обмолвились ни словом на седьмой на седьмой сеанс он сказал мне все на самом деле как у него у него изменились сны он сказал что он начал видеть цветные сны он никогда не видел цветных снов он сказал что он легче плачет он легче смеется он выстраивал отношения с мамой то есть на самом деле вот с открытием дыхательного механизма открывается прям открытый такой канал к чувствам тоже она онлайн вы работаете если что то что у нас за эти проекты из разных ваш контакт оставим тогда да пожалуйста конечно благодарю еще раз светлана благодарю за внимание наши и на следующей неделе первое весенний выпуск уже знакомы вам специалисты из канады психотерапевт специалист по био наркотическому анализу расскажет нам о работе с пограничной личностью в психотерапии в чем особенности переноса контрпереноса создание терапевтического альянса работы с защитными механизмами как помочь человеку страдающему пограничным расстройством личности до новых встреч и и и и